Почему так важно говорить о Москве, об Акул, об Азербайджане? Потому что Азербайджан не тот, каким он был раньше. Он совершил колоссальное количество успехов. Это сегодня южнокавказский тигр, как говорят, что есть малайзийские тигры, стремительно бурно развивающаяся страна, которая представляет собой самостоятельный суверенный полюс. Это как раз противоположность тому, что мы называем failed state. Это состоявшееся государство, суверенное, набирающее мощь, и надо всерьез по-настоящему к нему в этом качестве относиться. Армяне за 30 лет не смогли сдвинуться с мертвой точки в вопросе Карабахского конфликта. 30 лет они топтались на одном месте. Они за эти годы ничего не сделали, имея благоприятные условия. Как итог, они умудрились потерять контроль над всей этой территорией. Каким же надо быть умственно отсталым, чтобы просто потерять земли, которые 30 лет находились под их контролем? Как передает Ахарас, таким мнением поделился лидер международного евразийского движения Александр Дугин. Они успели сделать все, разрушили в Карабахе все, что возможно, испортили отношения с Россией, избрали Пашиняна, блокировали все инициативы со стороны официального Баку. В итоге потеряли все. И как вы сейчас думаете, правительство Армении будет соблюдать какие-то правила? В Армении в настоящее время наблюдается полная невменяемость. Сейчас ожидать от армян, что они быстро соберутся, придут в себя и станут нормальными, нереалистично. Так что Азербайджану стоит запастись терпением. Пока не стоит ждать от армянской стороны каких-либо адекватных шагов. Отметил, российский эксперт, лидер международного евразийского движения Александр Дугин.